Привет. Итак, мне в спешном порядке приходится завершать свой невольный мини-сериал, посвященный тому, как Владимир Путин реагирует на проект пенсионной реформы. Приходится, потому что он сам 29 августа в своем телевизионном обращении к ТРФ фактически прекратил так и не начавшуюся дискуссию по этому поводу. Причем прекратил в удивительной манере, характерной, кстати, для позднего Путина, которая напоминает нечто очень знакомое, но давно позабытое. У нас сеанс несколько будет отличаться от того, что было вчера. Он будет направлен на то, чтобы помочь вам справиться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это не значит, что всем остальным надо уйти от экранов телевизора. Согласитесь, все это выглядит эффектно, но, как и предсказывали многие наблюдатели, в сухом остатке озвученная окончательная позиция президента – это не что иное, как откат на заранее подготовленные позиции, которые не решают стратегических проблем пенсионной системы. По сути, проект реформы, собственно, реформой в полном смысле слова так и не стал. Главную тяжесть критики и общественное довольство взяли на себя депутаты и социально-экономический блок правительства. Ну а Путину досталась привычная роль отца нации, президента всех россиян, который должен проявить человеколюбие и сгладить возможные негативные социальные эффекты. Как уже говорилось, пенсионный возраст предполагается повышать постепенно, чтобы люди могли адаптироваться к новым жизненным ситуациям, выстроить свои планы. Но хорошо понимаю, что сложнее всего придется тем, кто первым столкнется с повышением пенсионного возраста. Уже совсем скоро. И мы должны это учитывать. В этой связи предлагают для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу. Право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Он их изгладил, понизив планку выхода на пенсию для женщин с предлагаемых правительством 63 до 60 лет и сохранив право для предпенсионеров на получение льгот, которые прежде полагались только тем, кто уже вышел на пенсию. Любопытно, что после телеобращения президента заговорили и губернаторы, которые, прежде взяв пример с Путина, долгое время выжидали с окончательными оценками по поводу пенсионной реформы, передоверив обсуждение региональным законодательным собранием. Вот и Вологодский губернатор Олег Кувшинников сразу после выступления Владимира Путина с воодушевлением перечислял основные поправки к реформе, анонсированные президентом. Я очень рад, что предложения Волокжан были услышаны. И сегодня президент сделал заявление, которое, по моему мнению, оптимально и своевременно. Самое главное это то, что мы сохранили льготы многодетным матерям и они имеют право выйти на досрочную пенсию в соответствии с новыми инициативами президента. Очень важное заявление о работниках предпенсионного возраста. Усиливается и социальная защита, и защита от увольнения работодателями. Они пройдут переквалификацию, переобучение, если это необходимо, за счет средств федерального бюджета. Очень важное заявление, которое сделал президент для отружеников, которые отработали более 30 лет на селе и проживают на селе. Это пенсионеры, которые живут в сельской местности, где нет такого набора социальных услуг, как в крупных агломерациях. Их пенсия будет увеличена на 25%. На самом деле Кувшинникову надо бы не радоваться, а хвататься за голову и ломать ее, чтобы понять, откуда взять в областном бюджете средства на оплату обещанных Путиным пенсионных льгот. А ведь нужно еще платить по счетам президентских майских указов. Есть еще вполне реальная угроза массовой безработицы среди предпенсионеров. Путин, правда, оговорился, что они будут выделены в особо защищаемую группу, но защита эта будет выражаться не, как ожидалось, в предоставлении работодателям налоговых льгот, о введении в Уголовный кодекс карательных статей, которые могут привести к обратному эффекту. Работодатели будут шарахаться от таких людей, как от зачемленных, и стараться уволить их как можно раньше, желательно до наступления 50-летия. Вполне возможно, что своим экстрасенсорным по форме обращениям Владимир Путин сумел таки успокоить людей пенсионного возраста, которым к тому же обещана к 2024 году пенсия в 20 тысяч рублей. Очень круглая сумма. Но с другой стороны, стратегическая проблема самодостаточности пенсионной системы так и не решена. Она и не могла быть решена без прояснения судьбы накопительной части, которая только и может стать основой механизма финансирования, позволяющего пенсионной системе функционировать без постоянной дотационной подпитки пенсионного фонда. Очень похоже на то, что подлинная работа над пенсионной реформой в очередной раз отложена на потом. Когда у страны, скорее всего, будет уже новое правительство и совсем другой президент. А пока нам с вами придется заплатить за то, чтобы очередной срок пребывания у власти этого правительства и этого президента прошел относительно благополучно. Увидимся! На этом сегодняшний сеанс закончен. Я очень хочу, чтобы вам стало легче, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Еще раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Продолжение следует...